Ну, только ленивый не вспомнил 90-е, и, конечно, надо вспомнить и Роджельска улицу, и совершенно верно, почерк, конечно, узнаваемый. Но здесь всё не так однозначно. Дело в том, что давайте посмотрим на всё-таки на двух участников происходящей бизнес-драмы, а сейчас уже, в общем, с жертвами уже и трагедия, на братьев Мирзаян. Братья Мирзаян – это один из них Роберт, собственно, ему приписывается роман с Татьяной Бокальчук. Собственно, Роберт – это директор группы «Рус Аудор», с которым, собственно, и слилась уже группа «Ваберис». Собственно, кто такой Роберт Мирзаян? Роберт Мирзаян родился в Тбилиси в 1974 году в семье езидов. Езиды – это этнические курды. Собственно, езиды – это религиозное направление. И мы с вами можем видеть на очень многих фотографиях Роберта Мирзаяна. Он запечатлён на фоне картины, на которой изображён довольно странный, такой для нашего взгляда, храм, такой треугольный. Это храм езидский в Шангале. Самый, наверное, знаменитый езидский храм. Он такой вот, я бы сказала бы, яркий представитель именно этого направления. То есть армянская фамилия не должна никого смущать. Собственно, вот эти вот храмы называются в Зееряты. Кто у нас, извините, самый знаменитый российский езид? Самый знаменитый российский езид зовётся Захарий Князевич Калашов. Он же Шакро Молодой. По, видимо, совпадению он освободился в самом конце марта этого года. Причём внезапно освободился из колонии. Он сидел в Ставропольском крае. Он освободился условно-досрочно. Суд проходил по его освобождению в закрытом режиме. Это очень странно, чтобы условно-досрочное освобождение рассматривали в закрытом режиме. И была формулировка в связи с состоянием здоровья и преклонным возрастом. Ему как раз исполнялось 73 года. Ровно тогда же в этот момент сажали правозащитника из мемориала Олега Орлова, которому тогда же исполнялось 73 года, что позволило ему вполне себе дать большой срок. А Шакро Молодой освободился. Собственно, в апреле-майе он поправлял здоровье в больнице, насколько я знаю, в принадлежащих поддельцах Министерства обороны. Так довольно странно. Вообще, конечно, частные клиники существуют на свете, но нет Министерства обороны. И вот мы с вами всё лето наблюдаем потом драму с Вадберес. Драма с Вадберес. Как-то очень многие, я бы сказала, люди, влиятельные из криминального мира, они как бы в курсе, что за этой сделкой стоит в том числе и Шакро Молодой. Прежде всего, Шакро Молодой. Поэтому удивляются, почему там... Прости, пожалуйста, Оль. Давай поясним для тех, кто запутался. Шакро Молодой, он со стороны жениха или со стороны... Ну, в смысле, со стороны Бакальчук или со стороны Бакальчука? Татьяны. Со стороны Татьяны. Татьяны или как... Владислава. Владислава, да. Он со стороны группы РУС Аудор, да, то есть со стороны Мерзоянов. Со стороны Мерзоянов, то есть это... Ну да, страна-невеста, но тут, мне кажется, тут очень сложно упрекать, я не знаю. Любую сторону, поскольку любая страна очень хороша в этой сделке, выглядит просто роскошно. С одной стороны, считается, что там Сулейман Керимов, страна-невеста. С другой стороны, жениха считается, что это Рабзан Кадыров. Ну, как считается, мы видим это все в полной красе. Но вообще, вообще, братья Мерзояны – это Шакро Молодой. И, кстати сказать, обратите внимание на некоторые еще бизнес-достижения Мерзоянов, среди которых, между прочим, бизнес, который изданно во всем мире, считается, так сказать, своеобразным. Да, это букмекерские услуги. Букмекерский рынок – это тоже Мерзояны. И если вы поднимете, например, материалы о встрече Владимира Путина с российским бизнесом в 2023 году, вы там обнаружите, собственно, Мерзояна, который докладывал о такой потрясающей проблеме, как либерализации рынка именно букмекерских услуг. Вот совсем незадолго до скандала с Вэлдберрис. Ну, это звучит сенсационно, потому что я до этого не слышал, что бы имя Шакро Молодого. То есть, мы-то его чисто ассоциируем, потому что почерк был похож и все такое. Ну, не может же быть. Ну, два раза-то в одну воронку не попадает. То есть, мы можем с уверенностью говорить, что за этой историей в числе прочих стоит и Шакро Молодой. Он участник этой сделки? Шакро Молодой – участник, я бы сказала так, этого мероприятия. А, конкретного мероприятия? Не конкретного мероприятия, как перестрелки, а конкретного мероприятия. То есть, ее называют и сделкой, ее называют и рейдерским захватом, ее называют по-разному, чтобы не использовать слово «ситуация», я пошел на мероприятие. Да, ну, слушай, весь цвет просто российский собрался с обеих сторон. А ты представляешь, как Татьяне? Встречаешься с парнем, приходит Ольга Романова и рассказывает такое про него. Нет, ну, слушайте, то, что эти братья Езиды, то есть, родившиеся в Тбилиси, написано в армянской семье, по-моему, где-то, не знаю, в Википедии, но нет, нет, это езидская семья. И это широко известно, да, это широко известная езидская семья. То, что у грузинских езидов очень часто бывают армянские фамилии, тоже хорошо известно. Я знаю по случаю езидов Владимирской области, там тоже сплошные армянские фамилии, повсеместностно. Там есть еще несколько любопытных деталей, ну, собственно, помимо всего прочего. Дело в том, что я была совершенно уверена, что Захарий Клашов, Захарий Князьевич, он же Шакро Молодой, был досрочно отпущен еще и для бизнес-разборок. То есть, это звучало, это звучало, то есть, ходил такой, не то чтобы упорный слух, ну, то есть, ну, да, его Шакро выпускает для того, чтобы разобраться с тем, что пока он сидел, самый влиятельный российский вор в законе, лидер российского преступного мира, что пока он сидел, значит, начали щемить христианский бизнес. Обычно группировки все преступные, они очень религиозные. Ну, наколи мне кольщик купола, вот это вот все, да, по-всякому, по-разному бывают у всех, но вот помните и итальянскую мафию, все обязательно, значит, крестный отец, вот это все, они все очень религиозные. И пока Шакро сидел, лидерство в российском преступном мире захватили нехристианские лидеры. То есть, это было и в тюрьмах, там, создание тюремных, там, зеленых джематах. Это произошло и в преступном мире. И связывали это прежде всего с тем, что в Россию переселились два очень крупных вора в законе, оба из Узбекистана, и одного из них еще связывали с именем Решера Усманова. И якобы Шакро Молодого выпустили, чтобы тот все-таки вернул христианство в российский православный мир. Вообще нечего, да, тут, значит, мусульмане. Шакро Молодой и его крестовый поход. И его крестовый поход, да, очень хорошо, да, совершенно верно. Но оказалось, что все-таки не Алишер Усманов. Может быть, он следующий на очередь, то есть, не сам Алишер Усманов, а именно люди, которые связаны с Алишером Усмановым. Здесь, видите, как, и все-таки Шакро Молодой с одной стороны, Езиды, а с другой стороны все-таки, опять же, посмотрите, пожалуйста, Кадыров. Да, я говорю, весь цвет, абсолютно весь цвет российской. Я даже не знаю, чего. Просто весь цвет, вся элита российская буквально собралась вокруг этого дела. Хорошо, но теперь это интересная очень подробность, и, на мой взгляд, сенсационная. Хотя, наверное, для человека, так сказать, впервые слышащего или не очень интересующегося, какая разница? Шакро, не шакро. Да как их все? Ну вот. Значит, я вот о чем хотел поговорить. О том, что вот о фигуре Бакальчука. Мне вообще показалось, что Владислава Бакальчука успешно слили обе стороны. И вообще как бы не оказалось так, что он будет единственной, кто будет сидеть. Реально. Вчера были шесть человек, значит, арестованы. Вот. И там в основном фамилии представителей Северного Кавказа. Там особенно интересно еще и то, что Бакальчук пришел с чеченцами, а погибли, насколько я знаю, два ингуша. Вот. Такая-то, значит, чеченная ингушетия отдельная. В отдельно взятом романовом переулке получилась. Во всем этом я очень надеюсь, что ты нам тоже поможешь разобраться. Ну, ты сказал совершенно, что это коротко и ясно, Бакальчука сольют. Я думаю, что обоих, если честно. И Татьяну тоже. Ну, просто сейчас не пришла ее пора, но Бакальчука слили, и он сядет. И совершенно понятно, что из СИЗО у него выхода нет. То есть это партия, партия, мне не хочется говорить женская партия, мужская партия, страна невеста, жениха. А партия Шакро, партия Кадырова тоже как-то пока еще рано. Все-таки они пока еще не достигли всех заявленных целей. Поэтому, скажем так, что страна, конечно, Бакальчука-мужа, она выглядит сейчас очень и очень бледно. Вряд ли он выйдет из СИЗО. У него такой куст статей, такой куст обвинений, по которым вообще-то не выходит. Это нужно... Ну, я даже не знаю, что сделать. С таким кустом обвинений, на самом-то деле, вот если он соберет в кулак все свое влияние, можно соскочить, записавшись на СВО. Попробуем, удастся ли ему это. Я думаю, что нет.